всем привет я приветствую вас на своем канале сегодня у нас серии из рубрики новогодние подарки такая более девчачья тема так как мои хотелки мои подарки заключались в покупке себе декоративной косметики так что если вам интересно будет и бюджетная и люксовая косметика оставайтесь начнем когда хотела себе какой-то подарок на новый год долго подбирала в корзину кидала много обзоров смотрела каких-то декоративных штучек от косметики плане того это тени карандашики помадки блески вот и именно подбирала себе под тот тип макияжа который я люблю делать это обычно у меня такой нюдовый базовый макияж я не профессиональный визажист и даже как бы не профессионально этим увлекаюсь но как любой девочки мне очень нравится наводить себе красоту и какими-то красивыми средствами декоративными вот ну хотелось именно те средства которые будут подходить под мой тип глаз цвет по стилю макияжа которым я обычно пользуюсь вот я не люблю яркие какие-то цвета какие-то слишком темные помады вообще у меня такой нюд базовый и праздничный с оттенками такого праздничного не знаю или блестков каких-то очень таких минимальных очень чтобы были они не такие броски а именно подчеркивали красоту вот я очень долго кидала в корзину потом убирала потом читал обзоры смотрел очень много на ю тубе как американских блогеров так и русских блогеров именно тех или девушек которые именно профессионально увлекаются макияжем визажем и которые знают толк в косметических средствах как новинках так и тех средств базовый которые изо дня в день пользуются визажисты вот начала я свои хотелки не корзины тогда когда оформил корзину в сифоре вот начнем с сифоры наверное вот такая вот косметичка из сифоры у меня она получается тут наполнение на 100 до на 98 ссоре на 98 долларов наполнения стоила на 42 доллара но была акция я и заказала за 2950 по моему она до сих пор по моему есть даже еще на сифоре я ссылки в инфобоксе все оставлю всех средства номера тона теней карандашика все оставлю в инфобоксе если вам тоже близок вот такой макияж базовый каждодневный то очень много для себя интересных штучек и полезных найдете вот такая косметичка очень мне понравилось наполнение в плане того что многие средства которые я уже пользуюсь они у меня есть в арсенале вот состоит она из такой косметички большой достаточно объемно который можно положить на свой туалетный столик или собой куда-то в поездку очень удобно брать достаточно объемная на вот тут 6 средств по-моему одно только full-size это анастейши беверли-хиллз жидкий хайлайтер он цвет такой очень красиво перла это такой шампань наверное очень красиво на скулы вообще жидкий хайлайтер мне даже больше всего нравится им нельзя переборщить всегда можно растушевать на скулы наношу на какие-то участки выпуклы такие где ключица над уголочком губ и на где вы хотите на спинку носа очень такой нежный такой базовый хайлайтер анастейши бирли-хиллз liquid glow вот это первое средство второе средство который я уже знакомы это нарс она покупаю уже третий раз эти румяна вместе с бронзером это такие румяшки цвет очень очень популярны у них это румяна цвет оргазм и бронзатор с цветом лагуна бронзатор именно знаете такой не рыжий и очень очень нежно им нельзя переборщить и румяна этой нарс очень знаменитый фирм тон оргазм это такие знаете персиковый розоватые румяна с таким золотым очень таким красивым шиммером именно не крупные блестки какие-то именно такой золотистый красивый шиммер очень красиво на загорелом теле на загорелом лице естественно вот но и вообще румяна очень-очень такие знаменитые но я к ним нашла аналог я хочу сделать такую небольшую такую рубрику блок где но влог наверное скорее всего выпущу на может быть концу месяца если вам будет интересно то напишите это быстрее все сниму аналоги и люкса косметики где мы можем увидеть аналоги бюджетной косметики то есть те позиции в люксовой косметики и аналоги в бюджетной косметики которые или очень очень близко прям similar там похоже или прям идентичны или очень очень напоминает то есть если вы хотите что-то попробовать в каком-то цвете или какой-то продукт но неохота как бы особенно сразу тратить большую сумму денег то можно попробовать бюджетно бюджета кстати очень многие фирмы сейчас стали делать достаточно такие приличные хорошие продукты вот это нарс румяна и бронзатор тоже халку как бы хорошая вещь такая достаточно базовая затем базовый такой карандаш тени лаура мерсье в цвете шампань у меня такие они были закончить очень красивыми знаете подчеркивать нижнюю границу ресниц нижнего века также уголочек то есть это как бы и тени и хайлайтер в то же время потому что цвет такой шампань он такой перламутровый очень очень ну такой деликатный вот немножко с розовинка типа розы gold наверное да да по моему название розы gold тоже достаточно базовый очень такой применяемый на каждый день тоже и очень понравилось мне хью худа бьюти это ссылка бальзам такой шелк и бальзам он немного голографический прозрачный и а оттенок такой на губах он если вы наносите просто на губы без тона то он естественно будет прозрачен и немножко так голографический играть на губах но если у вас какая-то помада то в центре губ нанести и прямо она такой объем даст красивый и переливание общем такой и очень он такой увлажняющий и не липкий вот тоже понравился бальзам тоже такой в travel версии эти те средства которые прямо вот обоснать и каждый день вы будете ими пользоваться и для начинающих если вы хотите собирать какую-то косметичку и достаточно такая приятно очень цена и еще осталось два средства это маленькая такая мини версия хайлайтера от фирмы milk очень красивый я его давно на него смотрела все думала купить он есть такой мини версии это получается как вообще мини версии есть еще travel версии чуть больше и full size это мини версия тон light хайлайтер он очень такой нежный знаете он кремовый очень красиво растушевывается на скулы сюда нога на спинку носа но то есть те места которым обычно хайлайтере используем очень нежный очень такой деликатный красивый цвет и последняя позиция тут тени сифора они получаются как бы такие написано что глиттер то есть цвет такой немножко с блеск с блестками этого такие тени цвет 362 twinkle twinkle они знаете такие очень красивые переливаются от бежевого до такой перламутра чуть-чуть с розовинкой но очень очень деликатно если вы наносите их как моно тени то есть на базу или там на просто на чистые веки то они прям просто будет играть так красиво красиво бежевый такой натуральный светящийся оттенок не сильно бросающие глаза на прям красиво переливается чуть-чуть без блестков они но написано глиттер но якобы таких крупных блестков тут не вижу в общем тоже очень такие базовые красивые как и моно можно ими пользоваться так и сверху на какие-то цветные тени как косметичка от сифоры первое которое у меня было в сифоре позиции сифоры я заказала карандаш хотела карандаш какой-то подчеркивающий такой с цветом может быть коричневатый золотистый коричневатый и выбрала фирмы fancy view к упаковочкой но единственное что у меня значит разочаровал я им пользуюсь эта посылка мне пришла уже на неделе полторы назад вот и я им по ей пользовалась мне единственно расстраивает то что он очень быстро как бы используется быстро стирается то есть он ненадолго хотя цена его по моему 23 24 доллара то есть цена достаточно такая приличная для для карандаша который прям вот один раз вы подчеркнули чуть-чуть только нижнюю границу ресниц и все уже вас съелся там достаточно такое большое количество и очень быстро ломается вот вот он такой знаете красивый красивый называется цвет папе айс это коричневатый золотинкой очень красивые именно для карри глаз так красиво подчеркивает прям цвет вот именно в макияже когда вы каком-то нюдовым золотистым коричневатом оттенки делайте очень классный карандашик и еще от сифоры у меня пришло две посылки я их разделил потому что там была такая акция что при покупке почему я как бы еще долго эти корзины собирал я ждала какие-то акции скорее всего они всегда бывают в конце года вот я их дождалась и оформила вот на две посылки разделила сифора так как при покупке определенной суммы там в подарок шли такими не версии достаточно таких приличных фирм который хотел бы тоже попробовать вот сначала начну то что и посылками на было потом покажу мини вот эти вот подарочки которые шли в подарок также в сифоре я купила шарлотт тилбери очень хотел эту помаду пила толк но все думала у нас нельзя как бы наносить на губы можно прийти в магазин потрогать эту помаду а вот тебе именно консультант помажет на своей руке и все и на этом закончится как бы и ты не можешь понять а как эта помада может смотреться на губах я вот и я так и не поняла нужно она мне не нужна и увидела мини версии это такой мини сайз помады и карандаша как бы идеально все совпало и карандаша хотела очень поэтому пила толк шарлотт тилбери попробовать и помаду вот 25 долларов стоил этот наборчик очень такой мне карандаш прям очень понравился это прям мой цвет такой засушенной розы вот такой нейтральный очень красивый благородный цвет помады я немножко конечно немножко разочаровалась их по моему три оттенка пила толк есть medium оригинал и такой вообще коралловый вот когда смотришь на помаду она вроде такая вот именно засушенные розы и такой нейтральный базовый цвет но при нанесении на губах может быть именно на на разных губах по-разному смотрится у меня нанесением на губах почему-то она смотрится ножков коралловый цвет уходит вот она такая более матовая помада то есть она не увлажняющая но не такая вот матовый чтобы прям засушивала губы достаточно комфортно помада может быть все таки я ее все равно буду использовать но карандаш очень идеально прям можно все всю площадь губ этим карандашиком штриховать и получается очень красивый цвет затем я очень хотел попробовать benefit тоже взяла пока мини версию вот мне нравится покупать сначала вини версии если мне очень понравится потом уже full size можно заказать 24 часа брау гель достаточно такой очень знаменитый у меня всегда есть ланкомовский я их просто обожаю эти гели но они у меня цветные но они настолько прям хорошо ставит ваши волоски на бровях что прям весь день вы можете просто забыть и плюс они еще с цветным тоном у меня всегда был брау такой коричневатый и последний раз я заказала а кстати у меня здесь посылки следующий из атланкома я покажу а вот так вот про этот benefit он я взяла клир то есть прозрачный гель но настолько написано 24 часа он настолько ставит вот все непослушные брови если у вас проблемы с непослушными бровями он вам сто процентов поставит их в ту сторону и закрепит на весь день то есть вы просто про них забудете вот он настолько до крепкий он делает объем бровям шикарно очень смотрится общем я не разочаровалась скорее всего вот эту мини версии как закончить я куплю себе full-size потому что у меня есть прозрачный от анастейш беру хиллс он достаточно гибкий он вот так вот как я хочу на весь день не поставит брови хотя он тоже такой как бы оформление дает бровям форму но не такой крепкий это просто идеально любые брови любые брови поставить в том направлении в который вам нужно супер такая вещь штучка супер . общем необходимая тоже для непослушных бровей вот и моя такая любовь моя долго хотел тенюшки от она наташи денона я прям очень долго не смотрела у них у нее достаточно большой выбор у меня мини версии это менее палетки такие но мне это достаточно потому что я не такая каждый день не так часто крашусь чтобы полностью макияж там со всеми цветами теней на не носить иногда могу просто базово какие-то кремовые тени нанести и все и ресницы покрасить но мне прям очень хотелось их очень много обзоров смотрела долго-долго выбирал потому них у нее очень много есть в цветовой гамме различные названия по моему 5 или 8 по и палеток только мини еще очень много больших версий я выбрала мини глэм то есть я смотрел обзор для каких глаз как наносит как мне чтобы легко было наносить плане цветовой гаммы чтобы было именно близко мне и взяла мини ретро палетка вот это мини глэм это такая примат версия для меня на нюдовое тут и два матовых таких оттенка очень красивый такой бежевый светлый коричневатый для контура коричневого каких-то или верхнего века ли нижнего и три таких шиммерных цвета особенно один такой крупный шиммер но он даже наверное можно сказать чуть-чуть с глиттером таким golden flash golden flash называется это вот такой вот золотистый прям с красивым с красивым шиммером где можно в центр подвижного века подводить и очень красивый такой баллад болотный такой в серый цвет уходит тоже с красивым шиммером металлическим вот я нисколько не разочарована очень красивая упаковка очень удобно она такая на магнитике закрывается очень легко наносит они такие шелковые прям очень приятная структура на слово очень сто пятьсот раз сегодня назвала в общем приятно приятная структура нанесение прям такой шелковый очень хорошо растушевываются но мне прям очень хотелось их очень много обзоров смотрела долго долго выбирала потому них у нее очень много есть в цветовой гамме различные названия по-моему пять или восемь палеток только мини еще очень много больших версий я выбрала мини глэм я смотрела обзор для каких глаз как наносит как мне чтобы легко было наносить в плане цветовой гаммы чтобы была именно близко мне и взяла мини ретро палетка вот это мини глэм это такая прям вот версия для меня на нюдовое тут и два матовых таких оттенка очень красивый такой бежевый светлый коричневатый для контура коричневого каких-то или верхнего века или нижнего и три таких шиммерных цвета особенно один такой крупный шиммер но он даже наверное можно сказать чуть-чуть с глиттером таким я нисколько не разочарована очень красивая упаковка очень удобно она такая на магнитике закрывается очень легко наносит они такие шелковые прям очень приятно структура на и слова очень 100 500 раз и не назвала в общем приятно приятная структура нанесение прям такой шелковый очень хорошо растушевываются очень удобно и очень базовые такие тени мини ретро серия она такая знаете немножко с розовинкой я никогда не думал что сочетание зеленого с розовым очень красивый эффект такой преобладает два тона теней матовых один такой персиковый нежно-телесный очень красивый болотный такой зеленый болотный и три опять же шиммерах от такого золотого розового он прям розовый но с таким золотым шиммером очень красивым также зеленый это получается болотно таким шиммером металлическим с розовым шиммером вот вы так нами правильно тоже очень они такие удобные в нанесении именно сочетание цвета просто идеально я так рада что именно выбрала мини глэм и мини ретро эти средства которыми на пришли мне в подарок первое это у меня hourglass это тушь их знаменитый unlocked это удлиняющая она в таком удобном формате то есть попробовать на месяц точно хватает силиконовой кисточка как я люблю потому что я люблю только силиконовой кисточки вот она удлиняющая снимается такими чулочками очень удобно удлиняющая тушь но не подкручивающая как бы она их просто так вот выпрямляет удлиняет ну как бы написано удлиняющие да удлиняющие и также в подарок не положили сессии крем именно от айти косметика его хотела тоже также попробовать просто наугад взяла тон по моему меня light да то мне очень подошел он анти-эйдж делу как с увлажняющей галуронкой увлажняющий серум внутри из full coverage то есть сильным покрытием и 50 spf к но для меня он немножко плотноватый может быть просто я люблю такие более легкие структуры тональных средств такие более жидкие даже люблю и чтобы покрыть меня было не full не полная такой средняя вот но это тоже такой хороший попользоваться анти-эйдж именно подтягивающий увлажняющий но для меня немножко плотноватый как бы вот наверное полный полный сайт я его на не куплю и мелкие такие как обычно накидали мне пробничков это касается такой посылки сифоры и еще одна была посылка у меня с lancome там была такая супер акция мне очень повезло 50 процентов минус вот на очень большой ассортимент продукции lancome это на официальном сайте я хотела свои любимые духи вот это конечно не новинка но это те духи которые прям мне вот зашли я просто вот имя то предыдущий сезон весь сбрызгал они были маленькой версии 30 миллилитров этот раз взяла я 50 миллилитров то есть это те духи которые вот именно я с ними как будут вместе одно целость и обязательно я должна чувствовать свой запах то есть я не соглашусь когда говорят что вы не должны как бы на себе их ощущать я хочу их ощущать чтобы я чуть немного там не на при движениях я ощущал вот этот аромат укутывающий вокруг меня тогда мне вот как то вот приятно если это мой запах мне как бы вот это вот немножко обволакивает меня и дарит мне такие ощущения счастья радости вот именно эти духи лабелла я уже вскрыл коробку этот кошки немножко погрызла вот lancome la viesta bella с таким серым шарфиком флакончик бывает такие ароматы с которым ты прям вот одно целое вот это мой аромат мой аромат счастье они не очень такие знаете свежие они такие сладковатый но в меру и ваниль и мускус и какие-то белые цветы этой счастливой и светящейся женщины вот он для меня вот этим ассоциируется и взяла на пробу тоже lancome idol достаточно знаменитых такая версия я взяла travel версии 10 миллилитров они тоже шли с 50 процентной скидкой какие-то общем копеечки стоили мне вот то ли 20 долларов вот запах вот этот запах такой взрослой женщины он такой знаете с хорошим таким дорогим шлейфом вот они такие цветочные но цветок такой холодный вот не как вот та лабель такой сладковатый укутывающий такой мягкий до теплый эти для меня такие холодные духи но они такие вот вечерние более такие вечерние взрослые сначала я их не поняла потому что когда нанесешь сразу они такие дерзкие прям такие для меня не очень сильные крепкие но потом когда ты расходишься с телом они реакцию произведут еще с воздухом в общем и потом красиво красивый шлейф и даже мне их больше аромата нравится слушать на следующий день от себя там от кожи от вещей которым я вчера по образ вот именно на второй день мне они даже больше нравится они как-то раскрываются уже приятного такие не такие дерзкие вот но очень хорошо отзывы именно многим нравится вот но вот я думаю что для девушек женщин повзрослее вот и третье и третья покупка в ланкоме была моих любимых моей любимой туши для бровей у меня всегда я покупала 0 2 тон это был браун это коричневый в этот раз дела я блонд почему-то я подумал что у меня брови такие темноватые и я если еще брауну их наношу то они прям вообще темно-темно для меня и прочитал блогах чудо боялась что он будет очень светлый но он такой красивый цвет на поливка коричневый серый наверное даже не коричневый он такой серо оливковый тот цвет который идеально подходит для блондинок почему мне нравится этот гель для бровей потому что он также ставит брови надолго тут написано 14 часов у него в бенефит был 24 у этого 14 но цветной он то есть подкрашивать ваши брови и там ворсинки знаете мелкие ворсинки которые еще увеличивают объем ваших бровей то есть где-то если у вас мало бровей где-то вы карандашиком и при нанесении он также увеличивает объем бровей за счет вот там каких-то flexi ворсинок таких вот вибра наверно какие-то они называются вот но очень мне нравится также фиксирующий эффект очень шикарный плюс еще цветной но также по моему они есть и бесцветные но именно цветные в цвете блонд для блондинок просто идеально вот это вот был три позиции из ланком также я еще заказала немного из ульты это бюджетная уже косметика такая но именно та косметика которая очень мне напоминает каких-то люксовых продуктов вот и очень хорошим таким покрытием с цветом из консистенции вот долго тоже посмотрела обзоры смотрела вот что-то выбрала накидала в корзинку и мне пришла с ульти пакетик чем первое чего начнем это нюкс знаменитая их high glass финишная пудра вот это та пудра которая очень многие ее знаете сравнивают с пудрой hourglass которая даже она по-моему называется high glass такое название даже идентичное и hourglass который финишно с таким красивым шиммером но она финишно и она прям на кожу наносится кожу как бы вот знаете выравнивает прямо на выравнивает нет она не дает просто свет она еще финишные и выравнивает романа так начинает просто гладкая светится гладкости такой вот кожа как бы вот и выравниваться вот эти пор но это все естественно визуально вот она тоже нежно-нежно такого цвета шампань вот я ее использую как хайлайтер на все лицо все-таки будет достаточно много светящегося лица именно я на скулу также ношу на спинку носа вот тоже знаменитых фирма у меня в цвете light очень похоже очень похоже с hourglass пудрой вот так же купила доктор пау-пау это мультифункциональный бальзам у меня мокко я взяла с тинтом немножко он многофункциональный для чего он нужен это во первых пау-пау это как бы экстракт плодов папайи вот пау-пау это папайя здесь у нас есть и алоэ вера также очень много масел и касторовое и оливковое масло и вот это вот экстракт папайи и он для чего он tint для губ но так как у меня цвет мокко он немножко такой с бронзирующим эффектом я его наношу видите он такой покажу немножко коричневатый цвет вот и получается я его наношу на губы можно растушевывать и на скулы наношу и получается такой бронзирующий немножко эффект загара но если вы купите этот бесцветный такой же бальзам хотя этот он растушевывается и он практически цвета вот если хорошо растушевать вы не увидите этот бальзам использовать на любые участки сухой кожи на лице да если что-то у вас где-то там уголки сухости когда после пилингов вот потом кутикулы используют для кутикул то есть тут масло все масла очень такие все очень очень увлажняющие питательные на кончике волос можно использовать на любые участки кожи тела где-то что-то с шелушения в общем он такой много много функциональный вот для губ для для румян для кутикул для на любые участки для кончиков волос то есть можно одним бальзамом в принципе в отпуск поехать если еще возьмете цветной то еще и как бы тин такой для губ тоже очень классное средство стоило как-то мне недорого не помню по моему долларов пять вот еще взяла блеск мелани цвет у меня ньют шиммер 0 2 он немножко знаете он написано ли пламмер то есть чуть-чуть увеличивающие губы тут по моему мятное масло есть там что какой-то охлаждающий такой эффект и губы немножко так увеличиваться и раздражение в губах идет и увеличивается они прям разглаживаются очень приятный блеск очень похож на блеск фэнти от фэнти называется фэнти глосс да очень приятный тоже такой же плампинг то есть увеличивающий красивый золотинкой нюдовой тоже очень базовый блеск и купила две помадки ни разу не брала брала этой фирмы white and wild ну грубо говоря для ради игры такой да эти помады два цвета сравнивают цвет с тоном помад шарлотт тилбери пилотолк они тоже матовые цвета все тона я напишу внизу но они максимально очень похожи прям рядом помаду я наносила шарлотт тилбери и вот этот цвет который называется барритол вот она настолько максимально похожи по цвету такой черненький с губками футляр по цвету очень похожи с шарлотт тилбери тоже такая сушеная прям такая роза нейтральный цвет розово-бежевый тот цвет который я обожаю и цвет немножко такой более холодноватый нейтральный тоже такая засушенная роза этот цвет скин мой диппинг вот они но что у них почему какой минус они очень очень матовый то есть если вы просто нанесете на губы которые без бальзама то губы прям максимально будут такие сухие то есть как бы трескаться она не будет она достаточно хорошо ложится то есть покрытие хорошее но очень сухо для меня на губах я сделал такой вариант я сначала наношу бальзам какой-то очень увлажняющий такой базовый время салфетка просто бальзам лишнее убираю пропитываю и наношу эту помаду и она прям максимально комфортно ложится на губах цвета очень красиво вот именно два вот этих цвета стоит по моему какие-то копейки по 2 доллара у нас тоже взяла из нюкса у меня прям целая такая уже коллекция супер карандашиков таких мастхэв которые любят по моему все блогеры и все визажисты это качество и цена и цвета очень достаточно такие они многофункциональные у меня цвет ньют бишь а вот у меня их наверное уже 4 карандашка для губ они подходят практически под все помады то есть настолько комфортно такие базовые цвета это ньют бишь это прямо вот вот эти помады как раз идеально подходит под эти помады подходит он идеально и под пилу толк под цвет цвета которые такие нежные такие бежево-розовые я наверное тоже буду делать подборку буду наверное скоро снимать влог разбор моей косметики если вам интересно но именно та косметика которая пользуется каждый день для базового макияжа для каких-то там акцентов для те средств которые именно мастхэвы фавориты вот я буду наверное распадел такой обзор отдельно по глазам отдельно по губам потому что их у меня достаточно много вот люблю это дело покупать хотя очень мало краш но вот люблю чтобы у меня было вот такой ассортимент разных продуктов из разных фирм вот так у меня также есть много люкса и много бюджетный вот я все их соберу и с вами поболтаем посидим если это интересно вам вы напишите в комментариях я быстрее это как бы все разложу быстрее все сяду сниму вот ньют беж цвет очень шикарно очень классно именно карандашик и нюкс также взяла я essence melted chrome это тени они безумно красивые просто знаете они и как моно тени цвет такой кажется вроде сиреневый но вот они сейчас у меня на глазах они немножко просто такой красивый металлик дают если вы по какую-то базу наносите сверху то они немножко играют в этом оттенке да с этой базы там если она цветная также как моно тени они просто такой шиммер на такой розоватый немножко холодноватый такой цвет вот но очень красивые тени хорошо носится не скатываются стоит тоже копеек цвет у меня 01 think about you essence тоже знаменитый у многих блогер прямо не фаворитах и базовые тени кремовые кремовые тени я очень люблю потому что их очень легко наносить можно быстро перед зеркалом без зеркала нанес утром и уже какой-то оттенок красивый на глазах есть вот 715 экспресса ревлон color stay у меня очень много про них слышал знаете оттенок очень очень красиво вот они вот такие оттенок очень красивый он такой сероватый какой-то бежево-коричневый очень красивый цвет очень похож сравнивают с цветом кремовых теней от том форда действительно их попробуем потестила в сифоре том фордовские тени кремовые очень очень похожи ложатся просто идеально как использовать можно как базу под тени под любые к подложка и также как просто отдельные тени сверху можно там не знаю какой-то шиммерный цвет в центр подвижного века нанести и все очень красивые не скатываются долго играющие как база или просто как отдельный тень вот и последний у меня блеск от шикарно это такая прям находка находка по-моему весь youtube обзорщиков визажистов гремит по этому поводу lifter gloss от maybelline именно тоже с гиалуроновой кислотой супер увлажняющих максимально комфортный блеск для губ я еще такого не видела он наносится настолько прям как шелк с таким красивым шиммером очень похоже на fancy beauty сравнивают цвет например у меня 003 этот цвет moon сравнивать с fancy у них есть цвет fancy такой тоже красивый с блестками естественно это блески не такие долгоиграющие как помады но именно у тут и ухаживающий эффект с гиалуронкой и цвет очень красиво прям переливается такими кристальными здесь оттенок такой он розоватый и с мелким мелкими такими перламутрами частичками но они не крупные именно такие вот очень благородно мелкие вот я хочу еще докуплю цвет topaz он более такой карамельный тоже очень идеально очень шикарно смотрится на губах и еще плюс ухаживающий эффект это конечно большой плюс вот это вот такие подарки себе заказала и получила на новый год часть части такая часть еще до сих пор приходит вот так же жду сейчас у меня идет посылка с бандельеры мой любимый чехол на новый телефон идет тоже наверное распаковку небольшую сниму потому что вот именно бандельеры чехлы очень мне так они подходят именно под стиль жизни я накидываю этот чехол он висит как сумочка там специальный кармашек очень удобно для прав для каких-то кредитных карточек и все и больше вам как бы ничего не надо и руки свободны очень удобно магазин хотели с детьми гулять вот это будет следующая посылка также обзор косметики своей тоже это будущем будет и также я сниму отдельно блог для тех люксовых средств которые аналоги мы найдем в бюджетной косметики которые я тоже нашла тоже прочитала увидела и с вами хочу поделиться если вам это все это интересно напишите в комментариях это быстрее сниму вот вам спасибо большое за внимание что долго так просмотрели на большой длинный блок получился думаю вам будет полезно было интересно но что-то вы для себя каких-то хотелки увидели которые вам тоже захочется приобрести так что совсем прощаюсь пока пока спасибо за внимание